Приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого видео в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. Сегодня мы поговорим о том, можно ли использовать в творчестве реальные воспоминания. Недавно я читал мемуары драматурга Виктора Славкина. Вот, ссылаясь на Осара Эппеля, он говорит, писатель не должен жить на основной капитал, он должен жить на процент из капитала. Это значит, что плохо, если писатель все время описывает свою личную жизнь, свои личные переживания. Он растрачивает свой основной капитал, а он должен придумывать, фантазировать на основе своих переживаний, создавая новую, небывалую для него жизнь. Но так, чтобы читатель думал, что писатель эту жизнь прожил сам. Вот это очень хорошая формулировка процент из капитала. Но здесь есть еще кое-что. У меня часто спрашивают, можно ли автору использовать в своих текстах личные воспоминания? А если в них задействованы другие люди? А если они узнают себя в моем тексте и им это не понравится? У меня есть для вас ответ. Я давно заметил, что личные воспоминания, они хорошо укладываются в текст, только если в этих воспоминаниях что-то изменить. Если просто взять, и описать в тексте пережитое, энергия уходит, эмоции уходят. Текст получается какой-то скованный, деревянный, как будто написанный со связанными руками. И оправдание автора, мол, почему вы не рыдаете, ведь это все правда, это я все пережил, почему вы такие бесчувственные. Это не мы бесчувственные, это ты растерял энергию, пока проживал события. И текст твой пуст. А стоит что-то поменять, как бы показать себе, что это все выдумка, все неправда. Тут же у автора появляется свобода. И текст наполняется энергией, он наполняется эмоциями, он наполняется силой. Короче, если используете в своих текстах какие-то реально пережитые вами события, обязательно что-то меняйте. Тогда и участники воспоминаний себя не узнают и не обидятся. И текст получит дополнительный заряд энергии. Я Александр Молчанов, с вами все в порядке. Счастливо!